Вместо шумовых полос лежачих полицейских на четырёх адресах появятся светофоры. Два из них заработают уже в этом году. В первую очередь изменения в схеме дорожного движения коснутся перекрёстка улиц Труда и Культуры. По словам сотрудников ГИБДД, новый светофор позволит жителям новостроек из 10-го квартала свободнее выезжать из Колпина. Второй автоматический регулировщик поставят на месте пересечения проспекта Ленина и улицы Губина. В этом месте часто бывают ДТП, так как дома стоят слишком близко к дороге. Зона видимости, она ограничивается этими домами. Если мы организуем дорожное движение пересечения транспортного потока именно за счёт светофора, мы исключим случай возникновения дорожно-транспортного происшествия, вызванного непредставляемым преимуществом движения со второстепенной дороги. Оба объекта в адресной инвестиционной программе Петербурга и появятся ближе к ноябрю. Судьба ещё двух светофоров пока не так очевидна. Известно лишь, что их планируют установить на пересечении улиц Ремезова и Октябрьской, а также Московской оборонной. Пока же сотрудники ГИБДД занимаются уже действующими постами. Специалисты ежедневно замеряют транспортные потоки на самых оживлённых улицах, чтобы оптимизировать переключение сигналов. Это позволит уменьшить пробки, но процесс анализа занимает длительный период времени. Поэтому по-новому светофоры замигают не раньше середины весны.